МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Елизавета Верещагина. Здравствуйте. Это программа «Такой день». Для вас самые важные новости региона в этом выпуске. Как бы прошло большой промежуток времени, и я даже не помню, чтобы у меня там были какие-то задолженности. Юридические консультации для покинувших свои дома жителей Гроворонского округа и других приграничных территорий. В пунктах временного размещения работали специалисты проекта «Правовая забота». Выполнено 70% всех видов работ, полностью сформировано тело, уложено 1,2 млн кубов отходов, ТБО, мусор. Рекультивация свалки в юго-западном микрорайоне Белгорода. Когда завершат, и что появится на новом месте? Часто участвую в мероприятиях, беру книжки разные. Ну, нравится очень. Не просто место для чтения, а многофункциональный центр на селе. Расскажем, как работает обновленная Бехтеевская библиотека. Мы живем здесь, в этом дворе. И надо, чтобы как бы все было культурно, самим же приятно. В муниципалитетах наводят порядок во дворах, на улицах и общественных территориях. С каким настроением в субботнике приняли участие жители Алексеевского округа. В начале выпуска новости с Прохоровки. Там сегодня наградили лауреатов премии Николая Ивановича Рыжкова «Созидание». В это воскресенье 40 дней, как с нами, нет выдающегося государственного деятеля, чья жизнь была неразрывно связана с Белгородской областью. С одной стороны, торжественность, с другой стороны, грустное событие, потому что впервые с нами нет Николая Ивановича. Он всегда останется в нашем сердце. Великий человек, который породнился с Белгородской областью, сделал настолько много всего, что нам еще предстоит время осознать его вклад в развитие культуры, в развитие традиций, в сохранение великой памяти, великой победы. Это награда за особые заслуги, успешную реализацию общественно значимых проектов, за то, что люди в сегодняшних непростых условиях делают свою работу. Качественно и на совесть. Среди лауреатов наша телерадиокомпания. Быть полезным для наших зрителей, радиослушателей, подписчиков, которые хотят получать информацию здесь, сейчас и в удобном формате, на мой взгляд, то, с чем наша команда Мира Белогория справляется успешно уже долгие годы. И эта награда прямое тому подтверждение и стимул двигаться вперед, развиваться и работать на благо родной Белгородчины. Сейчас важная информация для белгородских школьников и их родителей. Выпускники 9-11 классов из 12 муниципалитетов региона и одного сельского поселения в этом году будут проходить итоговую аттестацию в упрощенном формате. Соответствующий документ уже подписали на федеральном уровне. Подробности на брифинге рассказал заместитель губернатора, глава профильного областного министерства Андрей Милехин. Изменения коснутся школьников из Белгорода, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровенского районов, Валуйского, Гроворонского, Новоскольского, Шибекинского и Яковлевского округов, а также Мелеховского сельского поселения Крачанского района. Девятиклассники получат аттестат без сдачи экзаменов. В него внесут среднеарифметическое четвертных оценок по предметам за последний год обучения, но только при соблюдении ряда условий. Отсутствие задолженности по предметам, то есть оценка должна быть минимальная 3 балла. Наличие зачета за итоговое собеседование. Что касается выпускников 11 классов, у ребят из перечисленных территорий есть два варианта. Первый – не сдавать ЕГЭ. Тогда в аттестат внесут оценки с промежуточными итогами двух последних учебных лет, а точнее их среднее арифметическое. Необходимые условия – оценки не ниже 3 баллов по всем предметам. Отсутствие задолженностей и наличие зачета по итоговому сочинению. Второй вариант – выполнить задание единого госэкзамена по русскому языку и математике. А уровень сложности, профиль или база выберет сам выпускник. Для этого необходимо подать заявление в виртуальной школе. О сроках в министерстве сообщат позже. Для сдачи ЕГЭ будут организованы места, есть такое сочетание аббревиатура ППЭ, пункт проведения экзамена на базе школ в неприграничных муниципалитетах. Также будет организован подвоз. Хочу напомнить, что в прошлом году мы также работали по этой схеме. Если выпускник будет находиться на территории Белгородской области, но в другом муниципалитете или на территории другого региона Российской Федерации мы сейчас прорабатываем возможность на как раз высоком государственном уровне для того, чтобы ему такая возможность давать ЕГЭ была предоставлена по месту его пребывания. Подробная информация на карточках в социальных сетях губернатора. Также в регионе заработает горячая линия. Для выпускников 9-х классов телефон в Белгороде 35-76-06. Для 11-х классов 35-76-30. Далее о мерах безопасности. Сегодня в Чернянском районе, Староскольском и Губкинском округах провели учения по гражданской обороне. Напомним, в начале недели на оперативном совещании правительства региона губернатор дал поручение организовать тренировки именно в отдаленных от границы населенных пунктах. Слаженные навыки поведения в чрезвычайных ситуациях должны быть сформированы на территории всей области. Подчеркнул Вячеслав Гладков. Сегодня в трех муниципалитетах задачей было отработать алгоритмы действий сотрудников школ и больниц в случае ракетной опасности. Проверить взаимодействие всех служб. Обо всем по порядку. Наталья Житниковская. Ракетная опасность. Всем спуститься в укрытие. Во второй губкинской школе действия в случае ЧС отрабатывают регулярно. Тем не менее, замечания есть. Например, пересеклись потоки детей. Да, мы получили замечания. Очень правильные. Тоже сейчас, посмотрев на учебную тренировку со стороны, мы понимаем, что нужно скорректировать наши действия. Это все реально, мы это все обязательно сделаем. Оборудованного подвала в школе нет. Дети спускаются на первый этаж. Садятся вдоль несущих стен, там, где нет окон. Система оповещения работает. Все отработано, соответственно, штатно. Каждый из руководителей, начиная с директора школы, классных руководителей, знает места, определенные как укрытие для каждого класса. И буквально за считанные 2-3 минуты было полностью перемещение наших детей. А это Старый Оскол, стационар окружной больницы. Комиссия просит показать, как организовано движение по узким коридорам. Проверяют и слышимость системы оповещения в самом дальнем помещении. С этим порядок. У нас шлейхо. Здесь мы проводим подсерк. Участвуют бойцы добровольно-территориальной самообороны. Задача спустить в укрытие лежачих больных. Все члены самообороны у нас сегодня раскреплены за учреждениями социальной сферы, которые в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, готовы будут через определенное время по сигналу отработать непосредственно на этих объектах. Чернянская школа номер один. Здесь сегодня тоже провели учения. По легенде, оповещение ракетной опасности. В здании указатели, убежище с запасом питьевой воды и аптечками. Генератора нет, потому тут фонари, свечи и спички. Что касается замечаний, недостаточно громкая система оповещения, а дверь в столовой закреплена саморезами, не открыть. Да, мы изучали элементы гражданской обороны, мы понимаем, но когда вникаешь в подробности, это, конечно, не все так просто оказывается. Такие тренировки теперь будут регулярно проводить, в том числе и в отдаленных от границ муниципалитетах. Наталья Житниковская, Глеб Лыгерев. Такой день на мире Белогорья. Продолжим. В Старомосколе в пунктах временного размещения сегодня работали специалисты проекта «Правовая забота». Жители Игроворонского округа и других приграничных территорий консультировали по интересующим юридическим вопросам. Оксана Черных подробнее. Инна Чибисова из Шибекина живет в этом ПВР около года. Обращение связано с пенсией. Лично выехать к судебным приставам пока не может, поэтому такая консультация очень кстати. Там полпенсии у меня ареста было наложено на пенсию, поэтому мне не хватает на лекарства. Как бы прошло большой промежуток времени, и я даже не помню, чтобы у меня там были какие-то задолженности. По закону мы можем ей сохранить не только прожиточный минимум, но у нее пенсии даже меньше. Поэтому сейчас разберемся, она будет получать больше, чем получает сейчас. По судебным приставам работа тоже очень активно, как правило, ведется. Смотрим по исполнительным производствам, все ли так, если есть возможность помочь, всегда помогаем. Конечно, большое количество обращений от жителей Гриворонского округа, которые вынужденно покинули свои дома. Их интересовали вопрос, что с нашим жильем. Ну, ситуация сейчас, как только оперативная обстановка, естественно, нам позволит, будут произведены все необходимые мероприятия по актированию, по экспертизам. Если полностью утрачено, конечно же, будет восстановление, строительство нового жилья. То есть, ну, люди все воспринимают нормально. Здесь они в хороших очень условиях. То есть, ну, мы надеемся, что максимальную помощь мы оказали даже сегодняшним нашим приемам. Проект «Правовая забота» начали в нашем регионе в конце 2023-го. Инициативу уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой поддержал губернатор. Приемы в отдаленных селах ведут специалисты разного профиля. Сейчас выезжают и в пункты временного размещения. Как подчеркнула омбудсмен, в ПВРах большой запрос на такую помощь. Оксана Черных, Дмитрий Жиликов. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. Министр строительства области Оксана Козлитина в очередной раз встретилась с жителями Шибекина, собственность которых получила повреждения из-за террористических атак со стороны ВСУ. Одно из зданий, попавших под обстрел летом прошлого года, многоквартирный дом на Парковой 3. Там пострадали кровля и порядка 30 квартир. На сегодня строители практически закончили чистовую отделку. Некоторым из собственников уже передали ключи. Но при приемке возникли замечания. Между стеной и ванной расстояние не заделано 10 сантиметров. По ваннам мы проговаривали. Смотрим, индивидуально подходим. Там, где проем позволяет, и ванна метр пятьдесят становится, мы ставим. Там, где нет, там мы аккуратно заделываем пластиком. Подрядная организация должна устранить все недочеты до конца следующей недели. С собственниками договорились, что еще раз проходят, смотрят на все, что есть, свои замечания фиксируют на листике. Этот лист размещают на входной двери. И подрядчик в течение недели эти все мелкие замечания, недочеты, которые они выявили, устраняет в течение недели. В следующую пятницу приезжаем, проходим по всем квартирам и смотрим уже на окончательный результат. Конечно, понимаем, как собственники ожидают усиления в свои квартиры. Но мы тоже за них будем радоваться, потому что все-таки люди находились и не проживали уже длительное время, больше года в своих квартирах. К другим темам. В юго-западном микрорайоне Белгорода по нацпроекту «Экология» рекультивируют свалку. Полигон площадью почти 20,5 гектаров за десятки лет собрал более миллиона кубометров отходов. Дарья Яковлева расскажет подробности. Дмитрий Голубков в строительной сфере уже 26 лет. Помогает восстанавливать территории, которые использовались под полигоны для отходов. Вот так выглядел участок в юго-западном микрорайоне Белгорода еще год назад. Свалка действовала с 1977-го. Просуществовало несколько десятков лет. В 22-м начали рекультивацию. Первый этап технический. Выполнено 70% всех видов работ. Полностью сформировано тело. Уложено 1,2 млн кубов отходов, ТБО, мусор. Все то, что мы собрали с 20 гектаров этой территории при рекультивации. Все находится в основном полигоне. Этот полигон накрыт уже фактически защитным слоем. Сейчас вы видите последние слои. Это песчаное основание. После его будет растительный грунт. Ко второму этапу. Биологическому планируют приступить уже летом. Специалисты очистят поверхность, подготовят плодородную почву, озеленят и благоустроят территорию. На месте старой свалки появится закрытая зеленая зона. Территория будет ограждена, поскольку на ней находятся очистные сооружения и система по дегазации. Это скважины, которые выкачивают загрязненный воздух из тела. А на них сверху будут установлены фильтры, которые их очистят. Поэтому нахождения здесь посторонних не рекомендуется. А так в основном просто будут большой зеленый лук. Сроки мы укладываемся, отставаний нет. Завершить планируют уже в ноябре этого года. Рекультивация свалки – дело недешевое. Для реализации проекта был заключен контракт на сумму 1,5 млрд рублей. Проводят работы в рамках национального проекта «Экология». Дарья Яковлева, Денис Копыч. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. В разных районах и округах продолжаются и субботники. С приходом тепла коммунальщики вместе с жителями приводят территории в порядок. Из Алексеевки Татьяна Куликова. Вот мои окна. Вот это у нас ирисы, вот это у нас розы, вот это у нас пион. Все мы сами высадили, все мы ухаживаем. Ольга Владимировна старшая по дому. Живет здесь почти 40 лет. Помнит, как разрастался микрорайон. Как соседями сами благоустраивали территорию вокруг. Поэтому, говорит, такие субботники уже привычка. Надо, чтобы чисто было. Ну как, мы живем здесь, в этом дворе. И надо, чтобы как бы все было культурно. Самим же приятно. Дети гуляют, внуки, правнуки. Им тоже хорошо. К работе же, наверное, все приучены. Не знаю, нам не тяжело. Мы вот вышли, собрались, цветочки посадили, траву собрали. Все хорошо. С гордостью показывает и ухоженный подъезд. Но во дворе начали трудиться, как только сошел снег. В порядок привели детскую площадку, побелили деревья. Сегодня покрасили бордюры, скамейки, убрали сухую траву. Мы каждый год убираем, приезжаем, убираем, белим, собираем, гребем. Ну это для нас удовольствие. Все сделать для города, чтобы он был чистым. Удаляются сухие ветви. Приводится в соответствующее состояние прибордюрная территория. То есть выметается песок, который накопился за зимний период. Стоит отметить, что это порядка трех тысяч тонн. За зимний период было высыпано на проезжую часть. Сейчас активно с применением механизации убирается данная территория. Субботники будут проводить до конца месяца. Активно участвуют и жители сельских территорий округа. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогуря. Сейчас репортаж из Карачанской Бехтеевки. Наша съемочная группа побывала в местной библиотеке, которая не так давно полностью преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Теперь это современное многофункциональное пространство, в котором проводят в том числе интересные интерактивы для детей. Давайте посмотрим, как это происходит. Каледа, каледа, ты где была? Каледа, каледа, ты где была? В Бехтеевской библиотеке для младших школьников интересная программа. К примеру, ребят знакомят со старинной утварью. Ухват, горшки, заслонки. А угощение – картошка прямиком из русской печи. Я узнал, как создавали печку, как ее топили. Сегодня библиотека – это не просто место для чтения, а многофункциональный центр. И работают такие, в том числе в сельских территориях. Мебель новая, красивая, всем нравится, появились зоны удобные, просто вай-фай появился бесплатный. Интересно не только детям, но и взрослым, потому что фонд библиотеки пополнился. Ну и в целом, как бы, вся библиотека изменилась. Книжный фонд – более 8 тысяч изданий. Познавательная, научная, историческая, художественная литература. Часто участвую в мероприятиях, беру книжки разные. Нравится очень. Я люблю ходить за книжками. Последнюю книжку прочитал, репку. И, конечно, здесь много интерактива. Например, отдельная площадка для изучения краеведения. В этом году новое мероприятие посвящено юбилею области. Ну и, конечно, вы видите, так как площадка находится именно на территории Короче, бренд наш вы видите везде. А еще в библиотеке появились медиаплощадка, зоны свободного чтения, современное мультимедийное оборудование. Обновили пространство в прошлом году в рамках национального проекта «Культура». Алена Хлудеева, Александра Харина, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на мире Белогорья. И об искусстве. Юные белгородские исполнители смогут прикоснуться к удивительному миру музыки барочной эпохи. В профильную школу номер 2 областного центра доставили клавесин. Инструмент изготовили в московской мастерской Александра Баюнова на грантовые средства президентского фонда культурных инициатив. Как отметил мэр Валентин Демидов, цитата, «такого нет ни в одной школе Черноземья». Проверил звучание клавесина и ответил на вопросы педагогов наш знаменитый артист Тимур Халиулин. В ближайшее время он проведет для учителей и обучающий экспресс-курс. Добавим, что развивать направление старинной клавирной музыки в областном центре предложили сами педагоги. Проект «Звенящий клавесин» получил поддержку и уже в следующем учебном году планируется первый набор в класс по этому инструменту. Выпуск на этом завершен. В студии работала Елизавета Верещагина. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий региона. А еще больше информации в нашем телеграм-канале. Увидимся в следующих выпусках такого дня. Берегите себя.